МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Экономика в деталях». Свыше 15 тысяч гостей и насыщенная деловая программа. За три дня порядка ста мероприятий. Вот уже на протяжении 20 лет в северной столице обсуждают глобальную экономическую повестку. Петербургский международный форум продолжает бить рекорды. В этом году он проходит под девизом «Создавая экономику доверия». Подробности из конгрессного выставочного центра города на Неве прямо сейчас. Это тот самый случай, когда совершенству нет предела. Петербургский экономический форум за время своей работы стал крупнейшей площадкой для деловых переговоров на высшем уровне. Здесь обсуждают актуальные темы и воплощают в реальность перспективные проекты. За три дня работы сотни подписанных документов на много миллиардные суммы. Чувашская республика продолжает налаживать связи с крупнейшим банком ВТБ. На полях форума стороны заключили соглашение взаимодействия. Эффект от него должны почувствовать и бизнесмены. Мы найдем какие-то новые интересные совместные проекты, которые, может быть, даже Россия узнает несколько в другом ключе. Спасибо большое за сегодняшнее подписание этого соглашения. Используя все инструменты, мы создаем комфортную среду для предпринимательского сообщества. Задача уже другая – найти инструменты в эти сложные условия, чтобы, привлекая небюджетные источники, создавали новые рабочие места для самореализации молодежи. Это во-первых. Во-вторых, я хочу отметить и ответственно сказать, что Банк ВТБ достаточно сильно представлен на территории республики. И привлечение средств юрлиц на депозиты и физлиц говорит о том, что доверие к Банку ВТБ у населения и у коммерческих организаций очень высокое. Поддержка инвестиционных проектов предусмотрена и в подписанном меморандуме о взаимодействии республики с ВНБ и Агентством стратегических инициатив. Это еще один шаг к устойчивому экономическому росту региона. В документе прописаны планы по подготовке и организации финансирования инвестиционных проектов, особых и свободных экономических зон, инновационных кластеров и моногородов. Также стороны договорились содействовать институту региональных менеджеров ВНЕШЭКОНОМБАНКА. Они будут заниматься поиском проектов, которые отвечают стратегическим приоритетам. Региональная модель ВНЕШЭКОНОМБАНКА должна стать частью целостной системы улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Именно поэтому мы предложили главам региона включить региональных менеджеров ВЭБа в состав проектных офисов. В каждом регионе должна быть выработана или обновлена стратегия развития и, возможно, работа региональных менеджеров поможет сформулировать приоритеты. При выборе субъекта Российской Федерации для работы в новом формате мы ориентируемся на национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, разработанной ОСИ, а также на обратную связь первых лиц местных органов власти. Наша новая региональная модель уже приносит свои результаты. Региональные менеджеры за короткий срок всего лишь за полгода принесли в пайплант 6 проектов на 15 миллиардов рублей. И это только начало. Это говорит о том, что они нас отобрали. Я рассчитываю на то, что эти подписанные документы в перспективе дадут соответствующую среду, так скажем, необходимую среду для нашего предпринимательского сообщества. Одна из ключевых тем экономического форума – развитие экспорта. Что необходимо предпринять для роста продаж за рубеж, обсудили на одной из сессий. У нас действительно одна из таких проблем и вызовов, которые есть перед российской экономикой. Те тенденции, которые мы видим, не очень хорошие. Это довольно быстрый рост импорта 20-30% в год. И для того, чтобы вот эта динамика конечного спроса и импорта была устойчивая, она должна компенсироваться с другой стороны ростом экспорта. Такие вот проекты, связанные с экономикой, как малое и среднее предпринимательство, производительность труда, экспорт – это все, где очень большая роль регионов. Поэтому здесь ключ к успеху в достижении этих целей – это совместная работа правительства на федеральном уровне и региональных властей. Эксперты отмечают, что в регионах необходимо построить эффективную систему поддержки. В Чувашии внешний торговый оборот продолжает расти. Только по итогам прошлого года была достигнута отметка в 495 миллионов долларов. Чтобы развивать неиспользуемый потенциал, в российском экспортном центре намерены провести семинары для предприятий. На полях форума было подписано трехстороннее соглашение о реализации программы «Жизненный цикл экспортных проектов». В этой связи становится очевидным тот фокус работы, который мы имеем и над чем мы должны сконцентрироваться – это действительно работать рука об руку с компаниями по их акселерации, выводу на внешние рынки. Кто-то уже работает, их надо масштабировать, кто-то еще только раздумывает, их надо поддержать и сориентировать с тем, чтобы у них появился аппетит к этому. У иностранных партнеров к нынешнему форуму прикован особый интерес. В эти дни экспоцентр северной столицы посетили свыше 100 делегаций из-за рубежа. С другими странами Россия готова продолжить выстраивать доверительные отношения. Главное, чтобы был взаимный интерес. И пока его не наблюдается, в правительстве России наращивают темпы роста экономики. Мы приводим в такое эффективное состояние наш бюджет, меньше зависим от внешних факторов. Денежно-кредитная политика Центрального банка направлена на то, чтобы в меньшей степени влияние внешних воздействий каким-то образом отражалось на курсе рубля, на инфляции. И, безусловно, все эти ограничения, которые, к сожалению, имеют место быть, они стимулируют нас к более раннему, более эффективному проведению тех структурных преобразований, которые произошли за последние несколько лет. И уже на пленарной части форума президент страны обозначил ключевые задачи. Владимир Путин отметил, что в ближайшие годы России необходимо совершить мощный рывок вперед. Для нас безусловной ценностью является обеспечение государственного суверенитета и сохранение национальной идентичности. При этом нам необходимо совершить мощный рывок в развитии, войти в число передовых стран по продолжительности и качеству жизни граждан, стать одним из глобальных технологических лидеров. Мы намерены строить нашу политику вокруг человека, его благополучия, интересов и запросов. Убежден, только та страна может быть сильной и успешной, где люди могут в полной мере реализовать все свои способности. Очень многое в реализации планов и проектов развития в экономике, в социальной сфере, инфраструктуре будет зависеть от регионов, от их усилий и эффективности. Сегодня растет конкуренция между регионами за качество деловой среды, за инвесторов, за лучшие кадры. По сути, это означает, что нам удалось запустить механизм постоянных изменений. Большую, значимую роль в этом, в том числе, сыграл национальный рейтинг инвестиционного климата. В рейтинге инвестиционной привлекательности Чувашская республика заняла восьмое место. В тройке лидеров Тюменская область, Москва и Татарстан. Вообще, отмечают эксперты, войти в первую десятку непростая задача. Результаты рейтинга – свидетельство системной работы всех уровней власти. Инвестклимат оценивают ведущие аналитики и бизнесмены. В рейтинге 2018 рост показателей можно назвать колоссальным. Это результат полномерной системной работы на всех уровнях власти. Наконец, межведомственное взаимодействие, которое традиционно считается слабым местом всех масштабных программ реформ, сложилось и дало такой эффект. Особая роль, конечно, у глав регионов. Сегодня для большинства из них работа по созданию и поддержанию благоприятных условий для инвесторов стала безусловным приоритетом и ежедневной работой. Теперь давайте посмотрим, за счет чего вырос рейтинг. Регуляторная среда. Напомню, впервые мы установили четкие целевые показатели по каждой проблемной для бизнеса процедуре. Не условные проценты, а часы, дни, количество документов. В десятку лучших регионов республика попадает на протяжении четырех лет. Принцип уважения и доверия к предпринимательскому сообществу имеется со стороны органов власти. И принцип доверия и уважения имеется со стороны предпринимательского сообщества. Это их оценки, это не наши оценки. Дальнейшая наша работа в чем заключается? Деловой климат дает возможность привлечь инвесторов. Хотя, с одной стороны, инвестиции привлекаем, но инвесторов крупных в очереди нет. Это тоже правда. Мы об этом признаем. Поэтому задача, с одной стороны, в национальном рейтинге, создавая хороший деловой климат, удерживать эту ситуацию. Но, с другой стороны, мы нуждаемся в инвестиции, потому что нам надо увеличить производительность труда, увеличить доходы населения. Вместо десятки это гордость. На этом уровне уже нужно, как-то уже недостаточно быть хорошими. Уже нужно каждый год искать, что можно сделать еще, что сделать дополнительно. И вот в этом контексте, мне кажется, мы уже переходим просто от практик, которые где-то уже опробованы, где-то сделаны, к изобретению новых решений. Работа над улучшением инвестиционного климата будет продолжена. Уже сейчас для бизнеса созданы специальные окна в многофункциональных центрах, развивается инфраструктура. И это приносит свой эффект. Вопросы развития малого предпринимательства обсудили на очередном заседании консультативной комиссии Госсовета. В своем докладе Михаил Игнатьев предложил установить единые льготные налоговые ставки и расширить меры господдержки. Президентом России сегодня перед всеми регионами страны поставлены задачи по снижению административного, налогового, финансового времени на бизнес, максимальному стимулированию инвестиционной деятельности. Стимулом к технологическому обновлению предприятий является механизм инвестиционного налогового вычета, льгота по налогу на движимое имущество организации. Как эффективный инструмент развития зарекомендовал себя под программу развития малого и среднего предпринимательства. Благодаря ей в регионах страны обновляются основные фонды предприятий, осуществляющие производство, импортозамещающие продукции. Как результат повышается ее конкурентоспособность, стимулируется развитие инноваций, облегчается доступ к кредитным ресурсам. Мы считаем, что сегодня для решения задач, поставленных перед нами президентом России, необходимо сохранить данный инструмент развития и довести его финансирование до 25 миллиардов рублей. Но развивать экономику невозможно без инвестиций в социальную сферу. В первоочередном порядке необходимо улучшать систему подготовки кадров, начиная со школ. И здесь на помощь может прийти модель государственно-частного партнерства. Этот вопрос обсудили на деловом завтраке управляющей компанией «Просвещение». Мы просто строим школу и по модели инфраструктурной ипотеки мы раскладываем расходы вместо двух лет на семь. Но поскольку экономика у нас растет, это значительное облегчение государственного бюджета. Вторая модель, она расширенная по обязательствам инвестора и по интересам инвестора. Ты не просто строишь школу, ты берешь на себя обязательства, наряду со строительством школ, соревновацией школ, вложиться в дизайн этой школы, более широкой сети школ. Ты берешь на себя обязательства массового переобучения учителей. Глава республики поделился с участниками делового завтрака лучшими практиками в системе профессиональной подготовки. Лучшие практики на территории Чувашки республики – это среднее профессиональное образование. На принципе государственного частного партнерства еще пять лет назад реализован проект по подготовке переквалификации специалистов, которые работают в системах транснефти. Семь тысяч человек приезжает с разных регионов России и у нас за ней переобучаются. Идеальные условия созданы. Теперь касаясь среднего образования, какие проблемы? Я тоже и любой губернатор ищет инвесторов, чтобы в среднее образование вложили соответствующие средства. И здесь увязать нужно с налоговой базой, касаясь третьей модели, это консессии. Потому что там обложение НДС начинается и все остальное. Предложение главы региона взяли в работу. С управляющей компанией просвещения у республики налажено конструктивное взаимодействие. Это отмечает ее президент. Между группой компаний просвещения и Чувашской республикой сложились добрые конструктивные партнерские отношения. Это совместная работа по совершенствованию системы образования республики, содействию профессиональному росту учителей, использованию в учебном процессе современных методик и инновационных решений. Решение задач, поставленных президентом страны по развитию отечественной экономики, социальной сферы, должно предусматривать объединение усилий государства и частных инвесторов в создании современной инфраструктуры, новой образовательной среды в наших школах. Это позволит достичь качественного уровня знаний, навыков школьников и выпускников, необходимых для их успешной, профессиональной и самостоятельной взрослой жизни в быстро меняющихся обстоятельствах 21 века. Обсудили и другие темы. В Союзе молодые профессионалы готовы включить республику в число пилотных регионов по модернизации системы профобразования. Глава Чувашии провел целый ряд переговоров с руководителями федеральных ведомств, главами крупных корпораций страны, губернаторами регионов. Также Михаил Игнатьев ответил на вопросы журналистов информационных агентств РИА Новости и ТАСС. Их публикации уже размещены на официальных сайтах. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжаем следить за новостями отрасли. До встречи в эфире.